В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. И вначале сразу две вопиющие истории о женщинах, которые своими поступками навсегда перечеркнули возможность называться матерями. В Москве полицейские пресекли сделку по продаже новорожденной девочки. Мать оценила ее в 300 тысяч рублей. Малышку она сама принесла потенциальному покупателю. На Урале женщина пошла еще дальше. Она полгода держала свою дочку в шкафу, не кормила и просто ждала, когда та умрет. Кадры, которые мы покажем далее, лучше не смотреть людям с неустойчивой психикой. Денис Бушуев просмотрел. Это кадры оперативной съемки. На видео молодая мама, которая только что не просто отказалась от своего ребенка, а продала его в прямом смысле слова. «Находясь в помещении одной из кофейн, расположенной на востоке Москвы, после получения денег передала ребенка и написала расписку. В ходе допроса женщина признала вину в полном объеме». Теперь подозреваемая горюет. Правда непонятно, от того, что попалась с поличным или из-за того, что выгодная, по ее мнению, сделка сорвалась. Подозреваемый 25 лет. Малышку она родила неделю назад. При этом новых родителей для своей дочери задержанная искала через интернет еще до родов. В одной из соцсетей она разместила объявление и оценила ребенка в 300 тысяч рублей. Но не ожидала, что на сделку придут оперативники. В полицию обратилась женщина, которая откликнулась на объявление. При этом сама задержанная до сих пор не осознает, что совершила. «Я не знала, что вот так это. Я не думала, что это как продажа». А эти душераздирающие кадры уже из Свердловской области. Полугодовалую девочку только что вызвалили из шкафа. Туда ее поместила собственная мать сразу после появления малышки на свет. Новорожденную дочь, жительница Карпинска, морила голодом и, по всей видимости, ждала, когда та умрет. Своих родственников о смерти дочки она известила сразу после родов. Никто и не догадывался, что малышка живет в шкафу. Двоим старшим детям женщина представила ее как куклу Полину и запретила о ней кому-либо рассказывать. Выжила девочка только потому, что 13-летний подросток втайне подкармливал сестренку. В шкафу крохотную пленницу случайно обнаружили гости хозяйки квартиры. За истязание ребенка матери грозит до 7 лет тюрьмы. При этом экспертам еще предстоит оценить состояние девочки. Возможно, что после заключения медиков задержаны предъявят обвинение в покушении на убийство малолетнего ребенка. Уйти от ответственности не удастся и этой девушке. За продажу своей несовершеннолетней дочки она рискует оказаться за решеткой на 10 лет. Денис Бушуев, Андрей Черненок, Петровка, 38. Решил провернуть аферу на миллионы рублей. В Москве полицейские сдержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. На этих кадрах злоумышленник. Он сидит ближе к окну в офисе юридической фирмы. Здесь ему выдают деньги в долг под залог квартиры. На самом деле, все происходящее спектакль за дверьми ждут сотрудники уголовного розыска. В полицию обратился один из кредиторов, когда понял, что заемщик не тот, за кого себя выдавали. В полицию с заявлением обратился предприниматель. Он рассказал, что занимается инвестированием денежных средств по договору займа. Потерпевший сообщил, что в офис одной из юридических фирм, которая сопровождала сделку, пришел неизвестный. Гражданин намеревался получить 6 миллионов рублей под залог якобы принадлежащей ему квартиры. Однако предъявленный паспорт вызывал у заявителя сомнения в подлинности. Паспорт мужчины действительно оказался поддельным. В чужой документ злоумышленник вклеил свою фотографию. За попытку мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Словесная перепалка, драка и грабеж. Приезжий избил москвича, а потом еще и отобрал самокат. Все произошло у подъезда одного из домов. Житель столицы не разрешил пьяному прохожему и его друзьям зайти в свой подъезд. Это и послужило причиной конфликта. После недолгой перебранки подозреваемый набросился на своего оппонента. Потерпевший хотел дать отпор, но упал. Нападавший стал бить его ногами. Друзья пытались вмешаться, но все было тщетно. В итоге хулиган ударил потерпевшего его же самокатом. Видел, только он поднимает самокат и этим самокатом бьет по мне. Я потом понял, что он попал по ребрам и по голове. Все, я отключился. Возили меня в больницу, сделали снимок. Мне сказали, что как будто трещина, три ребра. Я дома отлеживаюсь. После избиения нападавший вместе с самокатом скрылся с места преступления. Прохожие вызвали полицию. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Чертановской улице задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. Гость столицы теперь фигурант уголовного дела. За разбой ему грозит 8 лет тюрьмы. Самокат у него изъяли. Переехали в Россию и решили зарабатывать на своих же земляках. Четырех выходцев из ближнего зарубежья задержали полицейские в Подмосковье. Злоумышленники торговали фальшивыми миграционными картами. И теперь рискуют надолго отправиться в тюрьму. Сейчас полицейские устанавливают, где горе-предприниматели взяли поддельные бланки и печати. Александр Белогуров с подробностями. Словно маленькая девочка, которая за провинность отчитывает мама, подозреваемая в подделке документов, стыдливо прячет глаза. Что у вас произошло? Подделка документов. Подделка документов? Да. Вы непосредственно участие принимали? На этом и без того сухой диалог со скромной дамой заканчивается. Впрочем, полицейские уверены в погоне за прибылью девушкой. Трое ее поддельников забывали про любое стеснение. Установлено, что в период с мая 2019 года по август 2020 года злоумышленники подыскивали иностранных граждан, незаконно пребывающих на территорию Российской Федерации, и за денежное вознаграждение оказывали услуги по постановке их на фиктивный миграционный учет на территории городского окраба Домодедова по подложным документам. Этот молодой человек, в отличие от своей коллеги, не стал скрывать детали их работы. То есть вы их сводили с теми людьми, которые могут помочь сделать регистрацию? Я правильно понимаю? Да, пока она сказала, что рабочее место, нужно регистрация, а я потом не постоянно месяц один-два раз. А эта женщина уверяет, об операциях с документами слышит впервые. А кому-то еще помогали, у кого нет тоже так, как у вас документы? Я никого не помогала. Никому не помогали? Другой работой, это уборкой не занимаюсь. Я документами никогда не занимался, в руках не держал. Примерно такую же историю рассказала четвертый злоумышленник. Во время обыска у злоумышленников полицейские обнаружили 10 паспортов иностранных граждан, поддельные печати и бланки документов. Четверо подозреваемых стали фигурантами уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции». Всех участников банды уже отправили под арест. Александр Белогуров, Андрей Черненок, Петровка, 38. О том, что еще попало в криминальные сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре. В одном из учреждений культуры в центре Москвы 34-летняя москвичка обокрала посетительницу. Потерпевшая на время мероприятия оставила свои вещи в одной из комнат без присмотра. Злоумышленница пришла туда, нашла в сумке кошелек с деньгами, забрала его и скрылась. Вскоре дому задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело. Ударил участкового топором по ноге и повредил его машину, а потом решил спрятаться у бывшей возлюбленной. Когда за 25-летним жителем села Тосеево Красноярского края пришли стражи порядка, он взял в заложники свою сожительницу и ее пятерых детей. Мужчина приставил нож к горлу трехлетнего ребенка и стал выдвигать свои требования, угрожая при этом расправиться со всей семьей. Стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Никто не пострадал. Пистолет и шесть боевых патронов обнаружили таможенники и сотрудники ФСБ при досмотре мужчины, который ехал из Южной Осетии в Россию. Оружие оказалось самодельным, его переделали из пневматического в боевое. По словам задержанного россиянина, пистолет он вез для личных целей. За попытку контрабанды огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. На Таймыре на борту корабля команда нашла четыре коробки с замороженным краснокнижным осетром. Полицейские быстро установили владельца рыбы. Им оказался 39-летний житель Красноярского края. Он незаконно выловил осетра из Енисея и пытался переправить в другой город. Сопровождать груз должны были родственники мужчины, но они испугались пограничного контроля, бросили рыбу и ушли. Нанесенный природной среде ущерб специалисты оценили почти в 3 миллиона рублей. Экономические полицейские закрыли масштабное подпольное производство алкоголя. Завод располагался на территории Челябинской области, но снабжал фальсификатом магазины и рынки разных регионов. Продукцию под видом известных марок разводили тысячами бутылок на фурах. Бутлегеры хорошо зарабатывали своим незаконным промыслом. Смешивание воды и спирта приносило им доход в миллионы рублей. Репортаж Марселя Нургатина. Подпольное алкогольное производство расположилось на значительной территории. Сотрудникам экономической полиции приходится действовать очень быстро, чтобы проверить все здания и задержать десятки людей, которые трудятся на этом нелегальном заводе. Предварительно установлено, что технологическая линия по производству алкоголя располагалась в помещениях бывшей мебельной фабрики на территории Челябинской области. Готовую продукцию хранили в складских помещениях, расположенных на территориях Курганской и Челябинской областей и сбывали в различных субъектах Российской Федерации. В помещениях бывшей мебельной фабрики работали 32 человека, 5 уроженцев Северной Осетии и 27 граждан одной из республик Средней Азии. Мужчины и женщины не только работали здесь, но и жили в антисанитарных условиях, ни водоснабжения, ни нормального туалета, ни кухни, ни комфортных спальных мест. Но люди соглашались на весь этот ужас ради того, чтобы подзаработать. Сказать, что здесь располагалось современное производство, нельзя. Линия была полуавтоматической, а часть спиртного разливалась с помощью ручного станка. Но, несмотря на это, объемы произведенного фальсификата впечатляют. Полицейские помимо оборудования изъяли 130 тысяч бутылок, что называется, паленого алкоголя. Как без этикеток, так и с ними. Кстати, бутлегеры выдавали контрафактный товар за продукцию известных брендов. Кроме того, стражи порядка изъяли более 15 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Установлены и задержаны двое организаторов незаконного производства. Остальные разыскиваются. Марсель Нургатин, Петровка, 38. На миллион рублей обокрала пенсионеров воровка в Санкт-Петербурге. Злоумышленница своих жертв выбирала заранее, следила за ними, а потом незаметно обворовывала. Пока полицейские установили причастность задержанной к двум подобным эпизодам. Но расследование продолжается. Все подробности у Любови Фомичевой. Галине Ивановне Лукьяновой, 95 лет. Она ветеран Великой Отечественной войны. Пережила блокаду Ленинграда. Недавно пенсионерку обокрали. Галина Ивановна сняла в банке 150 тысяч рублей на черный день. Хотела передать их дочери. Но по дороге домой зашла в супермаркет, где и стала жертвой карманницы. Вошла в хозяйственный отдел. В хозяйственный отдел я покупала, там взяла мыло. Хозяйственное и это. И вот женщина все время около моих ног, такая согнушенная состояние. Ну что она это около меня? В итоге, пока пенсионерка выбирала товар, и злоумышленница незаметно вытащила деньги из ее сумки и скрылась. Пропажу Галины Ивановны заметила уже дома и сразу обратилась в полицию. Стража порядка задержали и подозреваемую, и ее подруг. Эти две дамы проходят как свидетельницы, но полицейские полагают, что и они причастны к преступлениям. Предварительно отслеживали пенсионера, там бабушку или дедушку, у которой при себе крупная сумма денег, и потом абсолютно в обычном порядке или из кармана, или из сумки вытаскивали деньги. В одном случае банковскую карту вытащили. С украденной банковской карты злоумышленницы сняли 860 тысяч рублей. Принадлежала она 88-летнему жителю Петербурга. Свою вину задержанная признала. По статье «Кража» возбуждено сразу несколько уголовных дел. Полицейские выясняют, сколько еще пенсионеров пострадали от рук злоумышленницы. Любовь Фомичева, Петровка, 38. А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова